С 11 мая кафе «Кондитерская» на Архитекторской, расположенное в густонаселенном дворе, собирается возобновить свою деятельность почти в штатном режиме. Два месяца затишья не могли не сказаться на работе заведения. С начала общенационального карантина кафе стало работать по-новому. Заказы, поступающие по телефону и интернету, выдаются два раза в неделю. Мне пришлось спустя пару недель все-таки уволить трех сотрудников, что помогло мне в апреле заплатить в два раза меньше налогов. И спасибо моим девочкам, что они за взаимную сгоду согласились на это. И я надеюсь, что они вернутся, когда мы сможем восстановиться. Естественно, все объемы упали. Я лично выхожу из положения тем, что дважды в неделю я по записи, у меня есть группа в Вайбере, где я пишу, что на среду, например, будет Наполеон, чизкейк, какие-то десерты, эклеры. И люди просто записываются кому что, я им собираю в коробочке и просто выдаю им в течение двух часов. Вернуться к прежнему режиму будет непросто, полагает Татьяна. Все зависит от спроса и возможностей людей. Ведь такие кафе изготавливают и продают продукцию не первой необходимости. Как мы видим, в Аркадии карантина нет, на Лонжероне карантина нет. И мы думаем, что пора и нам возвращаться к обычному режиму работы. Другое дело, что удастся ли нам вернуться к обычному режиму. Потому что я, например, ожидаю, что упадет спрос, поскольку десерт – это не предмет первой необходимости. И у людей сейчас много других проблем и необходимых закупок. Посмотрим, будем восстанавливаться постепенно, естественно, соблюдая все меры безопасности. Кофе теперь мы делаем в перчатках. Крышки убрали все с общего доступа, чтобы не подходил каждый человек и не отковыривал себе крышку. То есть я сама все размешиваю сахар, закрываю крышкой в перчатках. Только когда я все собрала, я беру деньги, рассчитываюсь и после этого я выбрасываю перчатки. В европейских странах, которые от эпидемии страдают не меньше Украины, финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в приоритете. В нашей стране небольшие предприятия исправно платят налоги, но на период чрезвычайной ситуации вряд ли могут рассчитывать на государственные преференции. У нас украинское государство не привыкло оказывать прямую финансовую помощь, потому что когда прямая финансовая помощь, ее сложно на ней заработать, украсть, потому что, ну как пенсии, да, почему у нас такие низкие пенсии? Потому что на пенсиях заработать очень сложно. Условно говоря, у нас миллион предпринимателей, если там 200-300 тысяч реально закрыли свой бизнес, сколько же поделить 60 миллиардов на 200-300 тысяч получится? Да, это получится тысячи-тысячи гривен. Поэтому, как бы хотели бы, дали, но, условно говоря, бюджет распределяется так же, как и было раньше. Впрочем, представители малого бизнеса особо на помощь государства не надеются. Вот уже много лет пожелание остается одним. Просто не мешать работать и обеспечивать работой других. Виталий Химия, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.